Привет, друзья! Сегодня у меня особенное видео, потому что я вам хочу показать сразу несколько подарков от наших спонсоров, которые можно выиграть, если вы участвуете в нашем арт-марафоне Палитр. Наш спонсор Малевич дарит вот такую гуашь пастельных оттенков одному из победителей. Также в подарках есть набор стандартной гуаши. Но вот такой вот набор есть у меня, я вам могу его продемонстрировать. Это гуашь в тюбиках, очень красивые цвета. Они необычные, то есть это не базовый набор, а дополнительный набор. Если, например, у вас есть все стандартные цвета, но вам хочется вот таких вот пастельных, или вам надоело смешивать, допустим, множество цветов, чтобы получить какой-то оттенок, а тут уже готовые такие красивые, замечательные цвета. Это новый продукт. Такая гуашь появилась в линейке товаров Малевич совсем недавно. Еще один наш спонсор это Лилия Холдинг. И они дарят вот такой планшет для акварели, палаццо. Называется Аннушка. Бумага плотностью 350 грамм. Здесь 12 листов. Листы на склейке с четырех сторон, поэтому очень удобно рисовать. То есть бумага совершенно низко кожица. И можно использовать большое количество воды. Как видите, толщина довольно приличная, потому что бумага очень плотная. Я сделала вот такую выкраску цветов гуаши. Посмотрите, какие красивые цвета. Они такие нежные. Ну, просто обалденные цвета. Также хочу показать вам вот такой вот тканевый пенал для кистей. Это приз еще от нашего одного спонсора. Замечательная девушка Даша. Она делает такие пеналы своими руками. Свои изделия она сама называет Дом для кистей. И действительно, очень удобная вещь. Туда помещается большое количество кистей. И их очень удобно хранить. Очень удобно брать с собой. Не говоря уже о том, как это красиво смотрится. У Даши в профиле очень много вариантов цветов и различных тканей. Она изготовит на заказ абсолютно любой пенал. Так что это отличный подарок для любого художника. Сегодня я буду рисовать гуашью Малевич на тонированной акварельной бумаге. Это бумага от Лилия Холдинг, Палаццо. Здесь есть 5 цветов различных. Плотность 200 грамм этой бумаги. Я вам покажу наглядно, какие здесь есть цвета бумаги. Есть голубой, синий, зеленый, бежевый, а также очень-очень светло-бежевый. Последний цвет я и выбрала, потому что он похож на один из цветов палитры. В комментариях к моему прошлому видео мне написали, что очень интересно было бы посмотреть, как я подбираю цвета и вообще, чтобы я показывала больше, каким цветом рисую. Так как когда видео ускорено, то это не совсем понятно и не успевают следить за этим. Поэтому сегодня я вам более подробно покажу, как я буду смешивать цвета по палитре. Соответственно, вот палитра, которую я выбрала. Начнем с самого начала. Первый цвет такой светло-зеленый. Я возьму для него зеленый цвет. Также возьму белый и смешаю это с желтым, чтобы получить наиболее близкий цвет. Вначале попробую смешать небольшое количество краски и посмотреть, что получится сделать выкраску. Из-за освещения цвет, который я смешиваю и цвет, который вы видите на экране планшета, отличается. Тот цвет, который я смешала, он выглядит с желтым. Хотя в реальности он выглядел более зеленым. В конце видео я покажу, как выглядела на фото. Для следующего цвета палитры я смешаю желтый и белый. Так как цвет палитры намного светлее, чем желтый цвет гуаши, соответственно, разбавлю его белым цветом. И вот так этот цвет будет выглядеть на выкраске. Получилось слишком бледно, поэтому добавляем еще желтого. Вот так уже более похоже на правду. Для следующего цвета я смешаю бирюзовый и синий цвет. Как мне кажется, вместе они дадут именно тот цвет, который вы видите на палитре. Гуашь в тюбиках очень удобно смешивать, в отличие от гуаши в баночках. Можно выдавить именно то количество гуаши, которое планируете потратить, ни больше, ни меньше. А тем временем у меня получился такой цвет, который, в принципе, очень даже похож на цвет палитры. А для следующего цвета палитры идеально подошел цвет коралловый. Пятый цвет в палитре я не буду подбирать, потому что у меня бумага такого цвета. Я вот подберу шестой цвет. Для него я смешаю белый и телесный. Этот цвет будет светлее, чем цвет моей бумаги, на которой я буду рисовать. Поэтому я буду использовать его для самых светлых мест и для бликов. Ну что же, давайте приступим к рисованию. Прежде чем начать, я хочу показать вам тот референс, который я выбрала. Это будут макароны. Я не хочу рисовать контуры простым карандашом, потому что его будет в итоге видно, как мне кажется. Поэтому я намечу контуры просто белой краской. Я не буду повторять референс точь-в-точь. Он мне нужен только для вдохновения. Поэтому у меня рисунок будет немного отличаться. К тому же он у меня в других цветах, чем на фото. Рисование гуаши напоминает рисование маслом. Цвета можно смешивать прямо на бумаге, а также перекрывать одним цветом другой цвет. В наборе гуаши от Malewich нет черного цвета, потому что, как я уже говорила, этот набор гуаши не базовый. Соответственно, я возьму дополнительный цвет черный. Я возьму его из акварели. Смешаю с гуашью для того, чтобы добавить тени и создать контраст. Дальше предлагаю вам понаблюдать за процессом рисования. А если хотите, берите свои арт-материалы и рисуйте вместе со мной. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok